Угу. Я могу это убрать. Это, в принципе, нет, не особо мешает. Хорошо. Расскажи мне, что у них там в Голландии. Приближается те влюбленных. В каждой стране есть своя традиция, как сделать этот праздник особенным. В Италии, где зародился по легенде этот праздник, дарят обычные цветы, тюльпаны и, в общем, ничего особенного. Во Франции принято дарить, принято устраивать конкурсы, серенады петь под окнами любимых, кто пропадет самую длинную серенаду, или конкурсы на самый длинный поцелуй. Еще я забыла сказать, что в Великобритании принято дарить подарки еще и своим питомцам. Вы дарите какой-то сладкий подарок своей любимой, но обязательно должны подарить своей собаке какую-нибудь игрушку. В Нидерландах люди, в смысле девушка, имеют право сделать предложение мужчине, а он вряд ли откажется, потому что кто захочет тратить деньги на дорогие шелковые платья. В Канаде же все намного жестче. Извините, пожалуйста. Надо было вообще-то ответить. Ну ладно. В Канаде же все намного жестче. Там парня могут посадить за то, что он откажется. Ну какая девушка не захочет, чтобы парень, который отказал на ней жениться, посидел бы в тюрьме или заплатил штраф. В Японии, стране восходящего солнца, там мужчины как раз сделали этот праздник своим. Они сказали девушкам, вот это наш день, тогда дарите вы нам разные подарки, оказывайте знаки внимания. Вот. И неважно, какой подарок вы дарите в этот день своему любимому, своим близким. Важно, чтобы вы показали, что они вам дороги. И чтобы традиция дарить такие подарки, делать приятно друг другу, стала традицией, а не только каким-то праздником. Просто, чтобы сходить куда-нибудь. Вот. Вот ясно, да.